Здравствуйте, мои дорогие! Астропрогноз с 28 августа по 3 сентября. 28 августа. Луна в Водолее. Мир, дружба, жвачка, авантюризм. Дружеские посиделки с философскими дискуссиями. Очень активная энергия чувств и эмоций. Начинаем неделю со сложного аспекта. Оппозиции Солнца и ретроградного Сатурна. Хочется горы переворачивать, а Сатурн говорит не сейчас. Сначала все просчитай, соберись, не спеши. Если в прошлом были какие-то легкомысленные поступки, сейчас они дадут о себе знать. Остерегайтесь материальных потерь и несчастных случаев. Кармические узлы образуют секстиль и тригон клелит. В черной луне. Это может говорить о том, что какая-то мутная история из прошлого может обернуться хорошей перспективой в будущем. А для того, чтобы это случилось, обязательно обратите внимание на своих предков. Позаботьтесь о них. Уделите им внимание. Родителям, бабушкам, дедушкам. Но также могут активизироваться и мошенники, которые разводят пожилых людей. Предупредите и оберегите своих бабушек и дедушек от каких-то мошенников, которые захотят им всучить то, что им совершенно не нужно. Поддерживать нас будет тригон Марса и Луны, который даст дополнительный всплеск энергии. Обещает хорошее самочувствие. Если вы давно собираетесь заняться спортом, то это лучший день начать. 29 августа, вторник. Луна все еще в Водолее, сохраняется дружелюбный настрой. Сложный аспект оппозиции Солнца и Сатурна распался. Но образовался новый квадрат Луны к Юпитеру. Он может подорвать водолейский оптимизм Луны, привести к вспыльчивости и надменности. Не вступайте в споры, если ваши мнения отличаются. 30 августа. Среда. Луна уже перешла в Рыбы и спровоцирует мистические чувства. В соединении с Сатурном может дать религиозный фанатизм. Можно ожидать агрессивного проявления данных групп. Также Луна в Рыбах может способствовать жертвенности. Захочется чем-то пожертвовать ради своих стариков. Делайте это, не сопротивляйтесь своим чувствам. Усиливается и активизируется интуиция. 31 августа, четверг. Луна все так же в Рыбах и в 4 утра 35 минут по Москве в соединении с Сатурном произойдет второе полнолуние августа. Так называемая суперлуния – голубая Луна. Лицезреть ее можно будет на небосклоне в ночь с 30 на 31 августа. Так как это полнолуние происходит в соединении с Сатурном, небесным учителем, то оно будет связано с нашей кармой. Полнолуние всегда высвечивает или же завершает какие-либо события. И большая вероятность завершения каких-то кармических процессов. В какой сфере вашей жизни скажет ваш личный гороскоп? А сегодня в 20 часов в прямом эфире я буду разбирать эту тему лично для каждого, кто присоединится к эфиру. А как присоединиться к эфиру, информация будет дана в описании к этому видео. Жду вас. 1 сентября, пятница. Луна перешла в знак Овен. Чувство пылки. Может возникать неконтролируемая агрессия. Держите себя в руках. Так как Луна в оппозиции к Марсу, здесь может быть очень много гнева. Возможно обострение конфликтных ситуаций, вплоть до драк и убийств. Остерегайтесь массовых скоплений людей. 2 августа, суббота. Луна все еще вовне. Энергия чувств еще клокочет. Но аспект с Марсом уже распался. И Луна вошла в соединение с Селеной. Белой Луной. Поэтому Ангел-Хранитель сегодня нас будет оберегать от агрессии и гнева, а также злых людей. Сформировался благоприятный аспект тригон Меркурия к Юпитеру. И в этот день повезет всем в бизнесе, в торговле. Если вы планировали заключать договор, сегодня это самый благоприятный день. Также писательская деятельность будет проходить успешно. 3 августа, воскресенье. Луна перешла в знак Тельца. Чувства гармонизируются. Эмоции успокаиваются. Хочется красоты, уюта и гармонии. Луна формирует аспект секстиля к Сатурну. И это нам дает терпимость. Хорошее владение своими эмоциями. Здравый смысл. Также сохраняется хороший аспект тригона Меркурия к Юпитеру. Не пропускайте решения бизнес-вопросов. Сегодня они будут успешны. Всем желаю прекрасной недели. Пусть моя информация поможет вам плавно проходить все уступы и преграды небесных светил. И, естественно, желаю любви и радости, счастья и здоровья. Если вам нравятся мои прогнозы, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.